Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я хотел освятить тему прощания. Мы на неделю уезжаем в среду, и Бог знает, встретимся мы или нет. Первое прощание было у Адама с райскими обителями. Сколько горя и печали. Господь провожает его. Обычно говорят по-американски, ладно, у тебя все будет хорошо, все хорошо. За две минуты до крушения небоскреба еще звонят по телефону находящимся, горящим, все будет хорошо. Здесь по-другому. Господь говорит о всем историческом пути. Какое горе ждет. И Адам сразу вызывает, мне не выдержать этого? Это так тяжело. Господь ему одно наказывает только. Я положу вражду, не любовь между тобой и змеем. И ты будешь поражать его в голову. А Господь говорит, будьте мудры, как змеи. Заметьте, как все переходит. А в чем мудрость? Голова. Это наша вера святая. Главное сохранить голову змею. А что хвост отрубили, это все нарастет. Это такое свойство. У ящериц, у рептилий. А он будет жалить тебя в пяту. Какое толкование дать? Человек, когда идет, нога у него перекатывается на пятку, дальше на скло и дальше идет. То есть то, что в первую очередь соприкасается с земным. Вот здесь он тебе будет жалить. А что земное? Ну, как правило, святая жизнь. Поэтому и убийство. Красиво, что было. Прелюбодеяние. Все заложено уже в этом было. Господь дал ему силу. А человек не мог выдержать. Дал силу обетования, что придет тот, который размозжит ему голову. И семя жены будет поражать его. Семя жены нету. Семя у мужа есть. А здесь так говорится, чтобы было понятно, что по земному отца у Христа нету. И поэтому как бы семя от нее. Речь идет о приснодеме Марии. Последнее прощание, которое ожидает всю вселенную. Прощание, когда наступит суд Божий. Все до одного воскреснут. Все. Сгоревшие, распыленные. До одного. Всем нам надлежит предстать присудилище Христово, чтобы получить соответствие тому, что Он делал живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5.10 Никуда не уйти от 25 главы Евангелия от Матфея. Говорят, да какой же это рай, если мать увидит, что дети идут в ад, а она спасенная. Или дети будут в район, а родители неверующие, коммунисты, в ад пойдут. Написано, такие же будут существования, какие во Христе Иисусе. Переделывать себя человек не будет. За гробом нет покаяния. Сегодня обман. Умер неверующий богохульник. Главное помолиться в церкви и отдать деньги. Лютый обман совершается в церкви. Нет покаяния за гробом. Святой Иоанн Златоуст. И будет судим соответственно. А это несоответственно. У него ничего нет. Припомните, какое вам прощальное слово говорили родители, близкие. Какое вы говорите детям. В нашей семье не было Библии, мы не знали ее. Но родители что-то от своих родителей получили. И вот мы уезжаем недалеко, до города Барнавула. Обязательно родственники становятся одной стенкой, а мы уезжаем против. Сначала на иконы, где смотрим, делаем поклоны. И первое. Прости меня Христа ради. Земной поклон. Бог простит. И нас прости Христа ради, отвечают они. Второе. Помолитесь обо мне грешным. И говорят, Пресвятая Госпожа Богородица, моли Бога о нас. Все требует рассолкования. Но тут понятно о чем. Монаха да, ты сорода человеческая. И третье. Благословите их родителям, на коленях стоят дети. Никто дверями не стучит, что косяки шатаются. Говорят, сядем, перед дорогой посидим. Не сидеть надо, это выдумка сатаны. Молиться надо перед дальней дорогой. В космос, когда полетел один человек, первый. И вспомнил, что у них там была, которая помогала, уборщица. Она говорила им с Богом. Я молюсь о вас. А вот в этот момент человек все припоминает. Вот между этими двумя наказами в раю, и которые будут на суде Божьем. Когда последний раз люди увидят родственников. Последний раз. И они не увидят сострадания в глазах родственников спасенных. У них будет существование, какие во Христе Иисусе. Я решил немного напомнить вам библейские сюжеты. Как прощались люди. Авелю Каин не дал прощания. Он поразил его. Брат родной. Первое в мире убийство. Первое братья кровь. Прощания никакого нету. Если бы можно было у мертвого. Он бы попросил, может, прощения. Но уже совершилось. И мы видим, какое завещание дает Яков. Пришел к сыну в Египет. Потому что там умирали от голода. Голодомор был в своей стране. И он говорит, костей моих не оставляйте здесь. Тело мое вынесите из этого безбожьего Египта. Здесь, помнишь, Сарматов. Такая нация воинственная была. На них напали когда римляне. Все завоевали. Их не могут завоевать. Они уходят. Наконец вышли на переговоры. Говорят, вы же воины прославлены. Почему вы нигде не сразитесь с нами? А за что сражаться? Скажите, за что? А почему? В Библии говорится об этом по другим именям. Сыны Рехавого. Ну как вот, допустим, ты фермер. Ты детям скажешь. Вот я что? Сохрани технику. Землю эту. Еще прикупи. Вы будете жить от земли. Смотри, какое богатство нынче Бог дал. Это дает наказ совершенно другой. Дети собрались с Акаладр. А если вот Иаков умирал, так он говорит, каждое колено, что ожидает. Предсказал, от Юги на колено. Придет Спаситель. И он на осленке будет. И привязывает его в плодородно-виноградной лозе. Это все надо растолковать. И говорит, это определенно и четко. Никуда отсюда нельзя уйти. Здесь наказ другой. Даже от данного колено антихрист произойдет, якобы. Он видел. Он находился сегодня, скажем, в трансе каком-то. Это благодать Духа Святого. Здесь все по-другому. Он умирает и говорит. Я благословляю вас. Слушайте внимательно, сын Ильихавого. Ничего не садите. Как? До весна пришла у нас семена. Слушайте внимательно. Ничего не садите. Огороды забросьте. Поля в запустении. Это мое благословение вам. Дальше вы их держите в домах. Дома бросьте. Живите в шатрах. И третий наказ. Никогда в рот алкоголя не берите. И пророк Иеремия, говоря об этом, говорит. Ну давайте проверим. Прошло уже столько поколений. Там пять-десять внуки, правнуки идут. Как они исполняют? Ну а как проверить их? Ну одну мы проверили. А земли вообще они не просили, у них нету. Земельные комитеты, они остановились, не работают. Потому что все так поступать стали. К ним не едет землеустроитель. А что строить-то? К ним не едут строители там. Дом надо за него такие деньги платить. Нет ничего добавок. Мы шатры сняли и все. Он говорит, не пейте. Давайте сейчас мы их проверим. Наливайте лучшего вина. Сели вокруг. Так, ну за нашу встречу выпьем. А они даже не прикасаются. Ну выпьем. А мы не пьем. Как? Все не пьете? Никак. Вот поэт Дементьев об этом пишет. Мать провожает сына и рассказывает. В психотворной форме все это. Как отец умер? Где он замерз? Сынок. Не пей, сынок. Не пей. Опять скажет наказ такой. Не пей, сынок. Не пей. А почему не пьете? Одна прапрадед наказала не пить. Он говорит, все. Проверили? Убедились? Как есть люди, которые ценят, что старые люди сказали? Какой наказ дали? А теперь рядом нападение врага. Ни у кого ничего нет. А у них все есть. Им в город не надо прятаться. У них скотина. Занимаются животноводством. Кочевый образ жизни. Передвигаются, как на оленя на севере. Я стал смотреть, какие такие наказы давали знатные люди. Незнатные это, ну как мой отец. Какой он знатный? Ну, он очень любил ребятишек. На фронт призывает. Великая Отечественная война. Моя мать в положении. Положение это означает беременная, не праздная, как говорится. И он матери один наказ дал. Если аборт сделаешь, с фронта домой не вернусь. С убийцей, со змеей жить не буду. У нас 10 в семье было 12. Если бы такой-то наказ сегодня давали. За перестройку 120 миллионов абортов в стране. А то большое европейское государство. Не имеет столько жителей. За эти 20 лет. 20 тысяч мы сидим, а в это время головы детей отлетают. Шрево матери сделают с гробом. Рвут на части. Каждый день 20 тысяч. 20 тысяч трупиков. В Китае один такой нашелся. И который пришел и сказал. Я, можно, буду выкупать этих младенцев? Я тебя кормить буду. Все, ну ты родишь, не убивай его. И у него столько детей, которые уже сделали аборт. Он отдельное кладбище, чтобы матери могли прийти хотя бы поплакать. Один человек что может сделать? Нас интересует, как прощался Христос с учениками. Какой он наказ дал? Наказ это последнее. За этим ничего нету. Помахал рукой и пошел. И мы считаем об этом. Апостолы говорят. Евангелист рука подробно описывает. 23 главе. Говорит. Сидите в Иерусалиме. Доколе не обречетесь с силой свыше. И теперь. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Слово ваше будет благодать и Духа Святого. Ничего больше вам не надо. Да как? Как? А как? Вот сказано. Ничего не имеете. Все оставили. Пошли проповедовать. Я беседую с мусульманами. Я говорю. Ты дочери какой наказ даешь? Хранить себя. За порог дома не выходить. Девочка 13-летняя. Отец обратился в христианство. И показывает все это в интернете. Какие девочки. Все с платочками. Он мусульманин бывший. Это крепкая религия такая. И однако девочка маленькая. Там 4 года маленькая машинка научится строчить. А почему? У меня дети будут. Я должна обиходить их. Девочка маленькая. У нас на чем угодно будет заниматься. Шужие куклы держать. А какая все таки такая мысль? Да не мысль говорит. Все девочки выходя замуж дают обед. Аллаху принести 5 сыновей. Богу. Для Бога. Их так Аллах называют. Мы говорим Господи Божий. Они говорят Аллах. Многому можно здесь научиться. Прощальное слово моего отца. Он всегда сходится с этим. Моя мать умирала. Она говорила. Дети. Живите мирно друг с другом. Мирно друг с другом. Я последний раз мать видел когда живой. Она едва прошептала. Дети. Она не говорила о любви еще. Живите мирно. И был такой евангелист любимый у Христа. И жил дольше всех. И умер своей смертью. Евангелист Иоанн. А где бы он не видел. Дети вернутся или что-то. Он все время повторял. Любите друг друга. Любите друг друга. Христос заповедовал добиться этого через Слово Божие. В Ветхом Завете по другому было. Вот умирает Давид. У него нехорошее слово. Мечта. То есть желание было. Мечта не употреблять. Это антиевангельское слово. Везде отрицательное. Храм построить. Сколько он собирал золота. Речь шла о тоннах. Сотни тонн золота. Где как бы он побеждал. Все внес. На себя ничего не тратил. Было одно время. Когда за грех его. Что он чужую жену отнял. Господь позволил сыну Авесовому. Отнять всех жен у него. И войти к ним. С которым он уже не имел права после встречаться. И вот здесь. Мы видим. Выходит один человек из семьи. Сын Геры. Когда он отступал. Шел по склону горы. И бросал пыль и камни. И кричал. Уходи. Кровопевец. Уходи. Правильно. Что дом Саулов. Тебя наказывает. А Веса. Военачальник говорит. Позволь царь. Я сниму с него голову. Он говорит. Нет. Когда вернулся. Он сообразил. Что его ждет. Прибежал. Я тебя хулил. Я тебя проклянул. Царь. Прости меня. Такой день торжества. Народ меня вернул. Я снова на престоле. Прощаю. Никто не знал. Что в сердце его. Это рано. Сдеяло до смерти. И вот он умирает. Рядом стоит сын. Который уже назначен. Быть за ним. Приемником Соломона. Он говорит. Он говорит. Ты мудрый сын. Во всем. Я прошу тебя. Ты не дай этому семею. Уйти в могилу. Спокойно. А крапиву волосы кровью. Он поносил меня. Перед всем народом. В христианстве не так. Вот амфинник Амедийский. Его святая икона. Его пришли казнить. И он только молится. И святые всегда просили. Дайте мне время. А сколько тебе надо время? Ну две. И они начинали молиться о врагах. Даже не о родных. О врагах. Господи. Прости. Они не знают что делают. Господь на кресте сказал эти слова. Прощальные слова. Я это вмещаю в себе. И хочу сказать. Простите меня. Мы уезжаем. И Бог знает. Встретимся ли. Но у меня есть свой наказ. У людей спрашивают. Вот вырастает молодой человек. А давайте в училище в какое? Чему его учить? Запомните. Первая специальность. То что казается рта. Возделывал рань. Адам в раю. Это специальность райская. И охранял. Сторож. И земледелец. Животноводства не было. Животноводство будет когда согрешат. И Бог дал шкуру уже одел. И вот что касается питания. Это животноводство. Рыболовство. Ну в первую очередь конечно на полях сеять. Это первое. Самое главное. Второе. Дальше идет. Бог дал им одеяние. Шкуру. Это то что сегодня называют там текстильная промышленность. Магазины. Одежда. Шубы. Второе. И третье. Они выгнаны из рая. Видимо все таки смотрели. Поселил близ рая. И увидели как херувим стоит с пылающим мечом. Кто подойдет. Бог поставил его охранять. Они смотрели и тосковали. Просто так пройти невозможно в рай. Там херувим стоит. Святые говорят. Этот херувим меч вращающийся. Когда желают. Чтобы кто-то не подошел. В руках что-то держишь. Человек машет вот так. Даже скотина это зажмурится. Чтобы не ударил его. Крутится. Все время. Ты можешь подсунуться под это. Здесь мы видим пылающий меч. Это говорит как копье воина. Которое ударилось в ребро Христа и остановилось. Дверь в рай открыта. Вот с чем сравнить никогда не подумаешь даже. Куда это указывало. Я наказываю. То что вы знаете уже неоднократно говорил. Многие священники какие-то наказы дают. Ну все о семье. А один. Лежа уже. Говорят что это священник Сильвестр. Написал домострой. И он говорил обо всем. Как у тебя ковры там лежат. Как что боль не съела. Мыши не повредили. Он подробно все говорит. Абсолютно. Но. Дать наказ. В новом завете. По слову Божию. У православных. Как будто никто никогда не знал. И вот я. По милости Божией. 27 сентября. 1962 году. 17.00. Принес покаяние перед Богом. Крещение. Духом Святым. Одновременно Бог дал мне все. И мне. Когда я уезжал. Те через кого я пришел. Михаила Ивановна. Он говорит. Мы на память вам даем. 120. Псалом. Возвужущему горам. Моей горам. Откуда помощь моя? Помощь моя от Господа. Сотворившего неба и землю. 120. Псалом. Я тоже вам хотел бы оставить. 118. 118. Псалом. Хотя бы частично. Эпикрафом на нашем сайте стоит. Слово Твое. Свети ли к ноге моей. И свет стезе моей. 118. Это 105 стих. И 113. Вымысли человеческие ненавижу. А закон Твой люблю. 118. Псалом. Его заповедовали. Считайте ежедневно. Заповедовали. Я тут еще одного не скажу. Просто по-плоцки. Я вам сказал вчера о молитве. Какая молитва? В этой молитве заканчивайте своей молитвой. Я прошу Бога. Господи. Пришли добрые жители. В селение наше. С детьми. И сохрани школу. А все остальное у нас в уставе описано. И далее. Реши пределы общим. Третье. Дай нам еще священника. По милости Твоей. И я просил. В четвертой молитве. Укажи нам место для занятий. Как раньше было. Если бы люди. Которые у нас пришли через интернет. Были здесь сегодня. Ну это было бы больше чем в селе Мамонтово. Больше. Отстроились бы в один день. Я просил. Ну хоть маленько. Дай мне Господи. Разблагайте по себе. Хоть миллионов 10 долларов. Маленько что-то поправили бы. Комбайн брата купили. И прочее. Но. По духовному я наказываю. Все остальное вы знаете. В уставе и в Библии написано. Никогда. Ни под каким видом. Ни при каких условиях. Не соединяться полностью с патриархией. Они сразу разрушат все. Такая лютая ненависть. Это невозможно. Вот апостол Павел прощается. Прощается. И говорит. Что везде говорится о том. Как меня ненавидят он. И я больше с вами не увижусь. Я иду за вами. Меня арестуют. У него открыто это было. Люди плакали. Падали ему на шею. Целовали его. А он им давал наказ. Каждое его послание. Каждое. Это как прощальная речь. И вот он галатом пишет. Это 1.8.9. Если бы даже мы. Все апостолы. Или ангел с неба сойдет. А ангел не подделан какой-то. И будет говорить не то что мы говорили в Писании. Да будет она прямо. Проклятие. Это 48.10. Книга про рока Иеремия. Я напоминаю Иоанне. И потом вы вспомните. Проклят. Кто делал. Господне делается небрежно. Сегодня в храмах. Я не знаю. Может быть. Ну процентов. Несколько. Но 90.000 процентов. Священники попирают правила и каноны. Библейские истории считают сказками. Во времена там. В 6 веке были епископы. Которые не верили в воскресенье из мертвых. И никак нельзя доказать было им. В воскресенье из мертвых не верить даже ничего и нету. Лопух на могиле. И поэтому 7 отроков. Бог сделал так что они уснули в пещере. И там через 130 лет проснулись. И когда их увидели кто. У них монеты. Все того времени. Когда еще было гонимая церковь. Вот. Мы должны дать наказ. Я наказываю на первом месте. Не соединяться. Самое лучшее. То что нам дал Господь сегодня. Будут убирать митрополитца Сергия. Фамилия его Иванников. Точно так же придется прощаться падая на шею. Бывает так что епископ. Много лет вот был. А ушел. И живой. И как будто никогда не знал нас. Как будто нету. Ни поздравлений. Ни ответов. Ничего нету. А это общение продолжается и дальше. Апостол Павел говорит в 13.7. Последнее послание к евреям. Поминайте наставников ваших. Это наказ. Каких? Которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину жизни их. Подражайте вере их. Это наказы. Прощальные речи. Каждое послание заканчивается именно этим. Призывом помнить что он им говорил. Я вам говорил. И далее. Я вам проповедовал Христа как бы у вас распятого. Настолько красочно. Иные толкователи считают что он брал распятие и показывал. Вот он как прибитый гвоздями. Ну посмотрите. Я его проповедовал. У меня большая грамота. Я раввин. Но приходя к вам я решил быть ничего не знающим кроме одного Христа распятого. Что является главным нашей речи. Встречаете где-то ездите. Продукцию сдаете где-то. Вот один брат пришел. У меня клиенты свои наши ездят. А вот Евангелия не хватает. Я говорю. Сколько ему тащишь столько и бери. Нас Бог обильно наградил богатством. Я вчера вечером говорил проповедь на тему богатое и бедное. Внутреннее богатство никто не отнимет. Помните сына в прихавовых. Сделайте что в доме вашей никогда не появлялось водка, вино, брашка. Все что алкоголь несет. Никогда и нигде. Не убивайте сами себя. Не пей. Приезжают там где-то встречаются американские там парламентарии. Парламентарии. Макнамары. И только у вас желание какое-то. Пожелание нашей стране есть. Он говорит. Есть. Поменьше пейте. Уж совсем не пить вы не можете. Поменьше пейте. Вы же главное винопийцы. Вас отравляют. Вы уничтожаетесь. Не доживаете до своего возраста. Вы впадаете в старческий маразм. Я уже в 30 лет ничего не помню. Забыл. Забыл. А таких родителей надо молиться Богу. И Бог даст эту мудрость. И это мудрость в Священном Писании. 118-й Псалом. Я для себя взял эпиграпом из него 164-й стих. Если хотите, запомните его. Пенсионерам особенно удобно. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Не просто, чтобы природа хорошая, урожай. За суды. За майданы. За революцию. За все. За болячки, которые Бог даёт. Что слепну. Не могу. Благодарю тебя, Господи, по делам моим. Другие лежат, вообще не движутся. А я до такого возраста дошел. Благодарю. И все, что ты слышишь, наполни благодарностью. И это откроет небо для новых благодеяний Божьих. Молитва-то она ничего не значит. Это слова. Но открывает милосердие Божие к нам ещё большее. Итак. В прощальном слове. Бог знает, встретимся мы когда или нет. Я скажу. Держите того, что мы имеем. У нас лежит здесь спецзаказанная Библия на русском языке. Сегодня идёт война против Библии среди православных. Мне вчера накидали столько материалов. Я посмотрел. Тут неправильно. Перевод неправильный. Вы для себя запомните мои слова. Я вам доказывать ещё не буду. Перевод вот этот синодальный. 1876 года. Лучший за всю мировую историю. Лучший. Ни в одном языке таких точных переводов нет. Ну а немцы же перевели. Переводил один лютер. Лютер, когда уже отошёл от церкви. Здесь переводили четыре духовные академии. И отдавали на проверку. В синодии три присутственных дня. И один день был посвящён проверить то, что перевели. И какие были переводчики. Которые двое уже канонизированы. Метрополит Филарет и архимандрит Макарий Глухарев. Который на Алтае трудился. А то 475 душ язычников обратилось через него. Это было знатоки, которым нет равных. Напоминаю, я беседовал с Александром Менем. Он еврей природный. Чистокровный. Энститопедические знания в буквальном смысле. Таких нет сегодня людей даже. Он работает с еврейскими свитками. Я говорю, ты не мог бы переводить, как вот Данила Абрамович Хвольсон. Он даже отшатнулся от меня. Да вы что? Таких нет переводчиков. Но вы можете перевести? Да я могу, но я так не могу перевести. Как будто вчера переведённые. Вот они переводят что? А значение этого слова несколько. Вот у русских коса. Здесь коса Костиш которая. И коса взморья где-то мелкая. О какой? Речь идёт. Стали смотреть. Они смотрели переводчики. Как это место понимал Иоанн Златоуст? А Иоанн Златоуст проповедовал. У него перевод в семидесяти. Стептуагин-то была. Симаха, Педатиона, Акилы. И три перевода плюс ещё к тому. И он брал все. И ни одного не отрицал их. Поэтому сравнивать просто не с чего. Держитесь этого перевода. Не допускайте мысли, что хотя бы одну букву где-то изменять. Слово Божие. Это наша жизнь. Слово Божие – это меч и мой удовольствий. Как поражать змея в голову. Слово Божие покажет, как сохранить девственность до брачной ночи. Как строго держать детей. Как строго соблюдать посты. Слово Божие всему научит. И святые, которые любили Слово Божие, а не особенно любимы в народе. Серафим Саровский с Евангелием никогда не расставался. Он говорит, ум должен плавать в Евангелии. Ум. Сегодня и начитаем у нас Библия и есть. И проповеди читаются. Вы открывайте хотя бы раз в день Библию. Поставьте правило. За стол садитесь. Ну, вместе. Давайте. Помолились за стол. Прочтем одну главу. Тогда что-то будет некогда. Одна глава. Ну, пять минут – это и не время даже такое. И целый день размышления у тебя будут идти. Вот посчитай. Я уже 56 лет занимаюсь. И у меня такое впечатление, что я будто первый раз ее открываю каждый день. Вот я подумал, где на молитве. Какую тему ее избрать. Тем-то у меня много. 1173. А какой выбор-то? У меня на сердце. Уезжаешь. Оставь прощальное слово. Чтобы люди любили Слово Божие. Храните то, что имеете. Какой порядок. Слово Божие. Выписки. Посмотрите, какие у нас есть. А как? Я вам говорил. Я батюшке это сказал. Будет пост. Хорошее отношение. Епископ присылает священника. И он присестит. Мы здесь поминаем нашего первого иорарха Илариона. А когда бывает епископ, митрополит здесь, они поминают первого патриарха по чину. Потом нашего митрополита. Потом поминают этого митрополита. И все было здесь епископы. Вот такого чина надо придерживаться. Строгость. На службе. Как стоять. Как одеться. Я уже вижу, кто ревнует об уставе. Не нарушайте. Нарушить для этого ничего не надо. А чтобы сохранять, нужна ревность. А какая ревность? Очень простая. Вы видели, как бегают соревнования? Многие бегут на ресталище, но один получает награду. Один. Итак, бегите, чтобы получить. У меня стоит задача. Со Христом быть в вечности. На меньшее я не согласен. Давид говорит, согласен у порога в Доме Божьем быть, чем в шатрах нечестия. Нас Господь любит. Поэтому так многое нам сегодня Он сообщает через живое Слово Своё. Богу нашему славу. Ему хвала, счастья и поклонения во веки веков. Аминь.